В северной столице члены клуба «Ночные волки», известные также как православные байкеры, молились за литургию в Исаакиевском соборе. На богослужении были наши петербургские корреспонденты. Сюжет Глеба Ильинского. Сегодня в Петербурге официально открыт мотосезон. Тысячи байкеров выйдут на улицы города, вызывая недовольство у одних и одобрение и поддержку других. Одно из самых известных сообществ байкеров в России – «Ночные волки». У каждого свой путь в храм. Многие находят путь через родителей, через бабушек, а многие и через поездки. В данном случае ребята из «Ночных волков» очень много совершают паломнических поездок на своих колесницах. Действительно, они ездят и по Европе, и по святым местам, и по России. Перед тем, как отправиться в путь, они посчитали необходимым помолиться и осветить мотоциклы. В христианской традиции принято освещать не только себя, но и свое жилище, и те вещи, которыми мы пользуемся. Мотоциклисты проводят значительную часть своего времени в дороге. Кроме того, мы знаем печальную статистику аварий на наших дорогах. Все это побуждает христиан обращаться к Богу с тем, чтобы Господь сохранил нас. И дай Бог, чтобы наши мотоциклы были не быстрее нашего ангела-хранителя. Это очень важный момент. Мы все рискуем каждый день. Плюс сейчас жизнь такая, что она ее раньше нас сопровождала. Она, наверное, наибольшая группа риска. Поэтому, конечно, все понимаем, что под Богом ходим. И без него ничто невозможно. Александр высказал свою поддержку передачи Исаакиевского собора церкви. Он считает, что перед иконой мы, безусловно, должны молиться, а не взирать на нее, как на музейный экспонат. Это вот мое убеждение такое. Мы должны просить перед иконами, не знаю, и каяться, и благословения, и благодарности. И вообще, эта икона, она все-таки в первую очередь несет сакральное, большие смыслы, духовное. И она не должна висеть, а висеть как музейный экспонат. Часто приходится слышать резкие слова осуждения байкеров. Тем более, вызывает вопрос, кто же такие православные байкеры. Мне кажется, что времена меняются, а рыцари остаются. И люди, которые ездят на мотоциклах, это те же люди, которые когда-то садились на коня, брали в руки меч и защищали свою родину. Это социально активная часть общества, которая переживает за те процессы, которые происходят. Люди, у которых понятна ясная система ценностей, понимают, что такое добро и готовы отстаивать его. Поэтому, мне кажется, что эти люди, которые способны формировать положительное общественное мнение, и именно с этой целью они находятся сегодня здесь, для того, чтобы показать всему обществу, что решение передачи Саиховского собора действительно важно, действительно правильно. Дальше православные байкеры отправились в долгий путь. Их ждут дороги и встречи, где они будут нести правду России о вере и Боге.